Сотрудничество между Центром СПИД, Краевой клинической инфекционной больницей и Монгольским национальным университетом медицинских наук началось несколько лет назад в форме онлайн-конференций, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Впервые такая онлайн-встреча прошла в 2015 году и послужила мостом для общения и обмена опытом специалистов двух стран. Теперь онлайн-конференции переросли в прямое общение. Вот и на этот раз встреча проходила в формате научной конференции. Открыл ее главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук. Он отметил важность таких мероприятий и их значение. Профилактическая работа, вот такая многофакторная, многоуровневая, с применением опыта между регионами, между странами, конечно, она весомую роль играет для того, чтобы вовремя подключить профилактику, сильное лечение и продлить людям жизнь. Возможности нашей медицины располагают всеми методами, чтобы его вовремя профилактировать, чтобы его вовремя обнаружить и применить все современные меры абсолютно бесплатно для наших россиян, для того, чтобы человек был полностью работоспособен и долго жил. Монгольским гостям подробно рассказали о ситуации с ВИЧ-инфекцией в крае. На сегодняшний день в Забайкалье выявлено 7 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Если в начале 2000-х годов преобладал наркотический фактор заражения, то в настоящее время лидирует половой путь инфицирования. Большинство случаев передачи ВИЧ происходит среди трудоспособного населения в возрасте 30-49 лет. Но Забайкальский центр СПИД Краевой клинической инфекционной больницы интенсивно работает в направлениях профилактики заболеваемости, диагностики и взаимодействия медиков и ВИЧ-инфицированных. Центр взаимодействует со всеми существующими организациями края, в том числе школами, больницами, предприятиями. Студенты и практические работники спеццентра в Монголии, которые приехали сегодня, которые будут выступать, которые будут спрашивать, они очень интересуются нашими методиками. Конечно, мы по практическим направлениям гораздо сильнее и успешнее. Почему они всегда приезжают и говорят, пожалуйста, пойдем пообщаемся в центре спеццентра.